Дорогие друзья, с радостью говорю эту новость, вот и мы добрались до финала. Под ваши аплодисменты встречаем сегодня у нас игра за третье место, в которой принимают участие команды Ярского и Шарканского районов. Давайте их поддержим бурными овациями, потому что игра волнительная, участники волнуются, потому что через пару мгновений мы же узнаем, кто займет почетное третье место. Для меня люди все знакомые, но все же таки для наших зрителей я бы хотел представиться команды Шарканского района. Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Сафронов. И Ольга Ефремова. Ваши соперники – это команда Ярского района. Пожалуйста. И снова здравствуйте. Мы приехали из Ярского района. Хотим сказать, пользуясь случаем, что битва районов нашим жителям понравилась. Очень бы не хотелось сегодня разочаровывать наших жителей. Меня зовут Марина Данилова. И Ольга Урасина. Ну что ж, еще раз ваши аплодисменты. Поддержим команду, поддержим участников. И я вам желаю удачи. Приступаем к нашему первому конкурсу, первому стязанию, который называется «Кто кого?». Итак, уважаемые команды, конкурс «Кто кого?». Он несложный, он разминочный. Правила вам уже, в принципе, все знакомы. Мы вам задаем вопрос. Право ответа получает та команда, которая первым нажмет на красную кнопку, которая перед вами. Но в данном случае, вместо вопросов, мы подготовили картинки. На нашем экране вы увидите изображение гербов наших районов нашей республики. Ваша задача, соответственно, угадать, какому району принадлежит тот или иной герб и, соответственно, нажать на кнопку. Все понятно? Итак, конкурс «Кто кого?». Внимание на экран. Я бы сказал, игра на внимание и на хорошую реакцию, потому что все картинки вам, в принципе, могут быть знакомы уже. Итак, конкурс «Кто кого?». Еще раз внимание на экран. Первая картинка, первый герб. Смотрим. Команды Шарканского района были первыми. Итак, какой район? Это, конечно же, и Гринский район. И я с радостью говорю, что это да, это действительно Игринский район. Продолжаем дальше. Внимание на экран, второй герб. Вновь команда Шарканского района были первыми. Итак, что же у нас на экране? Герб какого района изображен? Изображен. Команда Шарканского района. Раз, два, три, четыре, пять. Ваш ответ? Глазовский. Нет, Сарапульский. Глазовский или Сарапульский? Точно не Глазовский. Глазовский или Сарапульский? Сарапульский или Глазовский? Глазовский. Неправильно. Ваши соперники? Это герб Граховского района. Правильно, это герб Граховского района. Именно так он выглядит. Продолжаем дальше. Счёт 1-1. Внимание на экран. Третий герб. Я не успел даже обернуться и сказать, что сейчас появится картинка. Но всё-таки вы были первыми. Итак, что же у нас на экране? Это герб Краснодарского района. Мне просто остаётся ревести руками и сказать «Да!» Это правильный ответ. Летим дальше. Следующая картинка. Следующий герб. Внимание на экран. Картинки ещё не было. Команда у нас Ярского района то ли слишком волнуется, то ли что, но... Фальстарт. Прямо да. Фальстарт на фальстарте. Итак, внимание на экран. Смотрим. Команда Шарканского района были первыми. Так что же у нас на экране? Герб какого района изображён? Предположим, что это Можгинский район. Вы уверены? Нет. Но ваш ответ? Можгинский. Это правильно! Я вас поздравляю. Продолжаем дальше. Итак, завершающая картинка, завершающий герб. Смотрим на экран. Пожалуйста. Команда Ярского района были первыми. Юкаминский район. Да, это Юкаминский район. Ну вот и всё, дорогие друзья. Разминочный этап нашего состязания завершился. Все, наверное, предполагают, что финал игр районов будет очень сложный. А я вам скажу, что он будет очень и очень простой. Итак, продолжаем дальше. Наши следующие испытания вам тоже покажутся знакомыми, потому что на 1,4 финала с этой игрой вы уже сталкивались. Итак, продолжаем игру районов. Следующий конкурс «Что? Где?». Уважаемые команды, этот конкурс, подготовки к этому конкурсу нам помогали наши юные телезрители. Они нам прислали много-много-много картинок своего родного района нашей замечательной республики. Ваша задача угадать, о каком районе идёт речь, соответственно, по картинкам, которые были нам присланы. Итак, внимание на экран. Первый видеоряд, первые картинки. Смотрим. Право ответа получает та команда, которая первым нажмёт на кнопку. Сначала идут картинки такие общего плана, по ним сложно догадаться. Так, команда Ярского района были первыми. Итак, что же у нас? Это город Воткинск. Вы считаете, что это город Воткинск? К сожалению, я вас огорчу, это не город Воткинск. Давайте мы досмотрим картинки, и команда Шарканского района будет уже потом отличать после просмотра. О каком районе идёт речь? Какой район нашей республики изобразили дети? Итак, команда Шарканского района, есть предположения? Да, конечно. Мы считаем, что это Камбарта. Я вас поздравляю, это да, действительно, это Камбартский район. Отлично. Ну что ж, продолжаем дальше. Давайте посмотрим очередные картинки, которые адресованы какому району. Сейчас узнаем. Внимание, на экран смотрим. Лес. Непонятно что. Снова лес. Лодка. Можно бесконечно комментировать какой-то памятник. Пока непонятно, какому району принадлежат все эти символы. Идём дальше. Вот по этой картинке можно отгадать, какой район. Команда Ярского района, ваш ответ. Обращаю внимание на последнюю картинку. Мы думаем, что это Пумсинский мост, поэтому Сюмсинский район. Действительно, на картинке изображён Пумсинский мост, и действительно, это Сюмсинский район. Я вас поздравляю, это правильный ответ. Ну что ж, конкурс «Что, где?» продолжается. Завершающий вопрос, завершающая череда картин. Какому району они принадлежат? Сейчас узнаем. Смотрим. Снова дома пошли. Так, вот уже. Интересное место, которое я знаю. Команда Шарканского района были первыми. И так, о каком районе идёт речь? Что же показали нам дети? Какой район? Какому району они адресованы, все эти картинки? Смотри, там написано. Так, мы думаем, что это Камбарка. Вы считаете, что это Камбарка? Камбарка. Горковская железная дорога. Камбарка. Нет, Камбарка была уже. Это не Камбарка. К сожалению, это не Камбарка. Давайте досмотрим. Там осталось совсем чуть-чуть. Какой же район нарисовали нам дети? Команда Ярского района. Есть предположения? Это Кизнерский район. Да, это правильно. Я вас поздравляю, это правильный ответ. Это Кизнерский район. По железнодорожным путям можно было догадаться, что действительно речь идет про Кизнерский район. Ну что ж, с конкурсом «Что, где мы?» благополучно распрощаемся. Он у нас остался уже позади. А впереди очередное испытание под знакомым вам названием «Пинг-понг». Итак, следующий этап игры, который называется «Пинг-понг». Но если раньше вы вопросы готовили сами, то на этот раз мы решили, что теперь настала наша череда задавать вам свои вопросы. Но не буду лукавить, эти вопросы тоже не мы придумывали. Это вопросы, присланные нашими телезрителями, нашими интеллектуалами. Поэтому они будут в войне сложнее. Поэтому за правильный ответ на этом этапе состязания каждая из команд получит по два балла. Правило следующее. Я задаю вопрос у команд на обдумывание ровно одна минута. Первым отвечает та команда, которая первым нажмет на кнопку, которая перед вами. Итак, можно раньше нажимать. Можно раньше нажать. Если вы уже понимаете, о чем идет речь, можно нажимать. Итак, внимание. Конкурс «Пинг-понг». Первый вопрос. Это искусство давалось не каждому. Петр Первый, попробовав. Команда Шарканского района. Это плетение лаптей. Да, я вас поздравляю. Это плетение лаптей. Речь идет про лапти. Два балла достается команде Шарканского района. Продолжаем дальше. Следующий вопрос. Родом из какого населенного пункта Каракульского района те или иные жители часто можно определить по их фамилии. Так, например, Буторины и Шумакова издавна проживают в селе Вятское. Так Мурзины и Помеевы родом из деревни Быргында. Лепуновы и Тепляковы – коренные жители села Арзамасово. А вот в деревнях Чернова и Котова есть несколько семей с фамилией Лобановы. А как связан человек с такой же фамилией с каждым жителем Каракульского района? Я бы даже больше сказал, не только Каракульского района, но и с каждым жителем нашей Удмуртии. Команда Ярского района были первыми. Я очень рискую. У нас есть Юрий Лобанов, создатель удмуртской символики, герба и флага. Я предположу, что вот этот человек связан с этим районом. Я зачитываю Юрий Лобанов, автор гербов для Удмуртской республики и... Благо. ...Каракулинского района тоже, соответственно. Да, правильно, я вас поздравляю, это правильный ответ. Я думал, что будет сложно, но, как оказалось, команды прям готовились, готовились хорошо и уверенно прошли этот этап состязания. Пинг-понг завершаем. И впереди у нас очередное испытание, которое называется «Песни о Будмуртии». Итак, уважаемые команды, следующее состязание игр районов. Если вы думали, что отвечать на вопросы – это легко и просто, ну, в принципе, у вас так и получается легко и просто, то теперь для вас будет действительно очень сложно. Потому что сейчас мы будем петь, а вернее, отгадывать песни, которые адресованы нашему замечательному региону Удмуртии. И конкурс называется «Песня Будмуртии». Вам предстоит узнать не только, как называется песня сама, но и хотя бы произнести две строчки из припева этой песни. Все понятно? Вновь игра на хорошую реакцию. Мы даем начало песни, вы ее продолжаете. Желательно продолжить верно. Итак, уважаемые команды, первая песня. Слушаем. Заветы предков родины моей, Прошедшей через годы и невзгоды, Мечети шпики. Так, команда Ярского района. Великий дух единого народа. Припев этой песни. Хотя бы две строчки. Россия и Удмуртия, как что-то два крыла. Я вам даю шанс. Россия и Удмуртия. Три, два, один. Нет ответа. Ход переходит к вашим соперникам. Мы до концов послушали, да? Нет, надо вот продолжить. Дальше идет припев. Вы должны озвучить строчки припева. Есть предположения? Я понимаю, что сложновато, сложновато. Итак, команда Шарканского района. Есть варианты? Сейчас вы удивитесь. Там все очень просто. Любимая Удмуртия моя, как же я люблю тебя. Любимая Удмуртия, как же я люблю тебя. Это, конечно же, нет. Нет, неправильный ответ. Нет на слоге. Ну, есть, конечно, там слова, которые совпали, но, к сожалению, нет. Давайте послушаем, о какой песне идет речь. Все это ты, моя Удмуртия. Все это ты, моя Удмуртия. И еще раз. Все это ты, моя Удмуртия. И так продолжается дальше. И песня так и называется Все это ты, моя Удмуртия. Ну что ж, не стоит отчаиваться. Действительно, вот этот этап состязания по мне так самый-самый сложный. Следующий трек, следующая композиция. Вот с ним будет вам легче. Итак, слушаем. Команда Шарканского района будет первыми. Что там дальше? Выходи изISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISIS Супер Удмуртами получает один балл, потому что да, действительно, это правильный ответ Богдан Феногенов и Олеся Палатова, песня Супер Удмурты. Итак, завершающая композиция, последний трек. Слушаем. Вновь команда Шарканского района были первыми. Давайте это слушаем до пределы. Удмуртия, терепей, веселая горда, Удмуртия. Вместе мы с тобою навсегда, Удмуртия. Итак, ваш ответ. Время мчится навстречу судьбе. Время мчится. Да, команда Шарканского района вновь подгадывает. Это трек. Песню, песню, поем мы тебе. Год за годом живи, разви, разви, рай. Наш любимый родник новый край. Конечно же, Удмуртия. Удмуртия, Удмуртия. Ну что ж, уважаемые команды, вот и все. Завершились песни об Удмуртии, а наша игра продолжается, потому что счет у нас равный 7-7. Поэтому будет еще один вопрос, который определит победителя этой игры. Кто же им будет? Это команда Шарканского района или команда Ярского района? Кто же займет почетное третье место? Итак, еще одна композиция. Внимание, команда приготовилась. От вашего ответа зависит исход этой игры. Внимание на экран. Слушай. Так, правый ответок нам. Ну что ж, команда Ярского района. У нас был фолькстарт. Невкошно. Вы можете отвечать. Команда Ярского района были первыми. Давайте дойдем до припева. Песня «Хватает Волге широты синий» Песня хора Васильева – самая лучшая песня на все времена. «Хватит Волга широты» «Маленькой Удмуртии моей» «Без маленькой Удмуртии моей» Ну что ж, судя по улыбке на лицах участников команды Ярского района, они прекрасно понимают, что этот ответ, он правильный, и этот ответ привел вас к победе. Я вас поздравляю, команда Ярского района. В игре районов вы у нас занимаете почетное третье место. Еще раз бурные аплодисменты, бурные, бурные аплодисменты. Команде Шарканского района я бы хотел, чтобы не вешали нос, потому что вы играли достойно, вы играли нога в ногу. Не дам соврать, счет был 7-7. И действительно, даже чуточку везения, можно сказать, помогло выиграть команде Ярского района в этой игре. Давайте поаплодируем команде Шарканского района тоже. Они тоже молодцы. Ну и самая приятная часть нашей сегодняшней игры, это, конечно же, подарки. Я вам скажу, что без подарков сегодня никто не уедет. И начнем мы с четвертого места. От команды Шарканского района подарки от нашей республики, пожалуйста, вы получаете. Подарки от партии «Единая Россия». И также, 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 также я бы хотел внести свою лепту в эти подарки, потому что от творческого объединения «Ктоника» я бы хотел подарить вот такой вот наш новый сборник. Слушайте, наслаждайтесь и радуйтесь самым лучшим узмунским песням. Такой же подарок следом летит команде Ярского района на север нашей республики, пожалуйста. Ну, и, конечно же, символический подарок игр районов вместе вот с этим сертификатом, я позже озвучу, также уходит в ваши руки. Дрожащими руками беру в руки этот кубок. Почетное третье место мы вручаем в игре районов команде Ярского района. И также сертификат номинала 50 тысяч рублей уходит в руки Ярского района. Пожалуйста, забирайте. От Министерства культуры Удмуртии районного дома культуры на приобретение костюмов и инструментов. Почетное третье место, это, конечно же, ваше, ваше, еще раз ваше. Ну, и это еще не все от партии «Единая Россия». Вам следом летят вот такие вот замечательные подарки. Под ваши аплодисменты, конечно же. Ну что ж, дорогие друзья, вы смотрели игру районов. Третье место у нас улетело в Ярский район, Шарканскому району. Не вешать нос, все будет замечательно, все будет хорошо. Всем до новых встреч, всем всего самого хорошего. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ